Добрый день дорогие телезрители! Это программа КЧР онлайн и в студии я ее ведущая Екатерина Иванова. О главных событиях дня, о том, чем живет Карачаево-Черкесия, мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. И начинаем мы, конечно, традиционно с коронавирусной статистики. По состоянию на сегодняшний день, на 11 октября, в Карачаево-Черкесии выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19. Вот так вот, к сожалению, растет это число и это происходит по всей стране. Мы уже говорим о четвертой волне коронавируса. К сожалению, вот между третьей и четвертой волной даже не было определенного какого-то промежутка. Да, был определенный застой там в числе 50, но это, конечно, совсем не радует. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии за все время пандемии на сегодняшний день уже составило 26 083 человека. Из них 22 985 человек выздоровели, 667 человек скончались от коронавируса. 847 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. И это число тоже пугающее, потому что на сотню практически за неделю увеличилось это количество. Но остальные лечатся дома в режиме самоизоляции под контролем врачей по всем нормам Минздрава России. Ну, как говорит Алексей, которого сегодня, к сожалению, со мной в этой студии нет, мы на этом закрываем наш коронавирус Тегишталь. И переходим к другим новостям сегодняшнего дня. Они более позитивные, радостные. Вот мы уже говорим, что сентябрь, октябрь это такое время форумов. Это такое время, когда молодежь может поехать и отдохнуть, и образовываться, и пообщаться со своими сверстниками из других регионов. И это, конечно, время богатое на героев, вот таких вот встреч, на, собственно, молодых людей. И вот недавно завершился Международный молодежный форум Каспий 2021. Он завершил работу в Дагестане, и проведение подобного форума, в котором участвуют делегации из разных регионов страны и зарубежья, это, безусловно, важное событие. Каспий становится традиционным символом молодости, образованности и успешности. Здесь молодежь может не только встречаться, но и приобретать новых друзей, единомышленников, а также обсуждать проблемы и планы, и получить поддержку своим инициативам со стороны органов власти. Участниками форума стали более 70 молодых людей из разных регионов России. Они представили свои инициативы по 9 номинациям. Добровольчество, студенческие инициативы, патриотическое воспитание и так далее. По решению жюри, в состав которого вошли эксперты Федерального агентства по делам молодежи, победителями конкурса стали 23 молодых человека. Они получили на реализацию своих идей 9 млн 555 тыс. рублей. Молодежный форум Каспий проводится в Дагестане с 2011 года и участниками мог стать любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. В этом же году мероприятие также посетили представители Сербии, Азербайджана, Египта и Сирии. Но, как бы всегда, конечно, в таких форумах в основном участвуют ребята с Северного Кавказа, из Карачаева, Черкесии в том числе. И вот у нас в гостях участница этого фестиваля, этого форума, Пазова Амина. Здравствуйте. Здравствуйте. Амин, ну, во-первых, рада за вас, что посетили такой форум. Ну, давайте, как сначала попали туда, потому что, я так понимаю, это очень важное событие в жизни Северного Кавказа и всей страны в целом. Вообще об этом форуме я узнала очень давно, то есть, так сказать, знакомые ездили, рассказывали, как там все было безумно круто. То есть, это как-то так, как сарафанное радио. И я вот выжидала тот момент, когда я смогу туда тоже поехать, тоже смогу поделиться своими впечатлениями. В прошлом году из-за ситуации с ковидом отменили все форумы и, получается, его не проводили. В этом году, когда я увидела, что открылась регистрация, я сразу же подала свою заявку. То есть, помимо основной информации, как ФИО, сколько лет, где учишься, ты заполняешь, чего ты ждешь от этого форума, что ты думаешь является целью этого форума. То есть, ты заполняешь заявку, определенные вопросы отправляешь, ее рассматривают, и, то есть, они либо одабривают, естественно, либо нет. И вот из нашей республики туда попали 19 человек. Ну, немало, немало. Да, 19 человек. И мы всей дружной делегацией поехали в Дагестан. Ну, тут хочется так, далеко не отходя от этой анкеты, от этой заявки, все-таки спросить, какие были действительно ожидания. Потому что, когда мы говорим о чем-то новом, то всегда есть ожидания и реальность, да, и не всегда это совпадает. Вот какие здесь были ожидания? Ну, ожидания, в первую очередь, естественно, повышение своей же коммуникабельности, то есть, учиться более коммуницировать с людьми, это очень важно. То есть, как только ты вступаешь на форум, естественно, начинаются какие-то знакомства, новое общение. Также я ждала образовательную программу, то есть, мне кажется, что всегда нужно стремиться двигаться, ну, никогда нельзя сидеть на месте, то есть, нужно узнавать что-то новое. Также я ожидала атмосферу такого гостеприимства, дружелюбия, это как-никак был Дагестан, вот, и мне кажется, что даже мои ожидания, они вот, я, вот, сколько я ожидала от этого, я еще с большими эмоциями оттуда вернулась, потому что у нас программа, вот, самообразовательная, и в общем, начиналась с 7 утра, то есть, у нас это все начиналось... Подъем ранний. Да, у нас это все начиналось с зарядки, и заканчивалась программа в 12 часов ночи. Это был студенческий, я так понимаю, форум, в основном там были представители студенчества, я так понимаю. Нет, там, нет, от 18 до 35, все... Даже до 35? Да, это просто, ну, как молодежный форум до 35 лет, то есть, с 18 до 35 там мог, ну, любой присутствует. А то я, да, тут увидела до 30 лет, думаю, так, 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 молодежи у нас до 35, значит, все-таки это вот ошибочная информация, ложная, все нормально. Да, там могли приехать как с проектами, так и без проектов, как участники, я поехала без проекта. Я посещала образовательные программы, вип-встречи у нас были. Но вот я как-то ехала туда без инициативы, энтузиазма проекта. Именно проектной, да? Да. Я как-то об этом даже не задумывалась, но нас, получается, поделили по командам, раскинули, получается, республики, регионы по разным командам. И у меня была достаточно крутая команда, и ребята были от 18 примерно до 24. Там были ребята, то есть там уже были те, кто только начинает, те, кто у кого-то уже был, в принципе, свой бизнес, и те, кто уже более опытные в проектной деятельности, кто менее опытные. И ребята, вот начиналось какое-то бурное обсуждение, все обсуждали свои какие-то успехи, поражения, что так, что не так. И, послушав это все, у меня как-то возникла мысль, ну, почему бы мне не попробовать себя в этой деятельности? То есть мало того, что я приехала на таких эмоциях домой с таким энтузиазмом что-то делать, и я еще решила сделать то, что никогда не делала. То есть для меня это был такой некий толчок. Я подумала, ну, почему бы нет? То есть этот форум, он, в принципе, первый масштабный форум именно для меня. То есть я до этого не была на таких масштабных форумах. И плюс ко всему я еще и приехала с таким энтузиазмом что-то делать. И на данный момент я хочу поехать на Машук на третью смену уже с проектом. То есть туда я поехала без проекта, думала, ну, не знаю, как-то. Сейчас получается... Тем более, Машук уже немного времени осталось для него в этот раз. Он, получается, не летний форум, а такой осенний. И получается, что вот на этом энтузиазме можно как раз-таки воплощать свои идеи. Но мне кажется, важная задача таких форумов не только образовывать, не только какой-то интертеймент проводить, но и в том, чтобы ребята с разных республик Кавказа все-таки действительно коммуницировали. Вы раньше до этого были в каких-то еще республиках Северного Кавказа, общались вот в таких масштабах? Я была на экослете в Ингушетии. Ну, это был экологический слет, и там мы как бы нас вывозили на природу, мы как бы помогали экологии, так сказать. Вот, на дам было нас всего 50 человек, половина были участники из республики Ингушетии, а половина уже по чуть-чуть из каждой республики. Ну, то есть не такие масштабы были, не такая насыщенность. Да, и у нас вот в КЧР, в Тиберде было студенческое самоуправление, организовывал Карачаевский государственный университет, и там было тоже, опять же, он вообще подразумевал только КЧР, и все. То есть именно такого масштабного форума нет. А если мы говорим именно про общение с ребятами, то что больше всего впечатлило? Потому что, когда мы говорим о жителях Северного Кавказа, то, может быть, из других регионов людям покажется, что мы тут все одинаковые, да, грубо говоря, там что Дагестан, что Карачаева-Черкесия, Кабардино-Балкария, что, ну, Кавказ, он и есть Кавказ. Что разного и что общего у нас? Ну, я бы, наверное, сказала, что, в принципе, взгляды практически одни и те же. Естественно, немножко различаются, наверное, взгляды на что-то определенное. А так, в общем, если как бы обширно посмотреть, то, в принципе, мы об одном, если так взять. Но я хотела бы сказать про то, что у нас был спикер из Москвы. И вот тогда, когда мы начали рассказывать, как у нас там проходят свадьбы и тому подобное, она сидела с такими круглыми глазами. Ну, что у вас так? Серьезно, у вас так? То есть удивили мы больше там спикеров, к примеру, чем друг друга. Ну, это радует, это радует. Но я надеюсь, что в положительном смысле удивили. Нет, да. Если говорить вот как раз-таки о спикерах, то кто эти люди, кто сегодня учит молодежь, да, если так можно сказать, а если глобальнее, то образовывает? В роли спикеров там были разные люди. Там были генеральные директоры каких-то проектов определенных. То есть человек, который занимает какое-то место в обществе, естественно. Также VIP-встречи, они вообще проводились с управлением, аппаратом управления Республики Дагестан. То есть спикеры были разные из Москвы, Питера, самой же Махачкалы, Пятигорска, Ставрополя. То есть у нас было там три направления. Это было социальное проектирование, патриотическое воспитание и добровольчество. Но я так понимаю, что это все-таки не теоретики. То есть это не какие-то педагоги, которые приехали, чтобы вот лекцию провести. То есть это люди, которые на своей практике добились каких-то успехов. Да. И вот насчет лекций. Они проходили в формате не того, что один говорит, остальные слушают. Они проходили в формате живого общения. Проходили в формате каких-то игр. Даже в творческом плане проходили. То есть нам выдавали большие ватмены и заставляли что-то на них рисовать, выходить, объяснять что-то. То есть это, ну, как бы мало, когда, честно сказать, я могу, что мне понравился образовательный процесс. Иногда бывает это как-то немножко нудно. Но в этом случае я такого сказать не могу, потому что, мне кажется, этот форум сделал все для того, чтобы это было просто максимально интересно. То есть когда говорили, идите на лекцию, мы думаем, блин, лекции, надо на лекцию сходить. Но когда мы туда приходили, не хотелось абсолютно оттуда уходить. Было прям такое живое общение. И мы обсуждали вот просто все, вот со всей сферы понемножку. Какое обсуждение больше всего запомнилось? Может быть, какая-то тема особенно близка? Может быть, что-то из вот этих обсуждений вдохновило и на проект в будущий? Ну, на будущий проект вдохновило только именно общение отдельное с ребятами. Именно не где лекции были. Тогда давайте разделим. Вот на лекциях что больше всего запомнилось? Или, может быть, кто? На лекциях мне запомнилось... Вот спикер у нас была москвина Ксения Эдуардовна, если не ошибаюсь. Она была очень крайне такая эмоциональная. Она все настолько объясняла. То есть мне понравилось, как она преподносит информацию. Ну да, нам ближе больше, вот эмоционально, вот с нашим кавказским нравом. Вот, и она мне очень запомнилась. И тем самым вот своими эмоциями она нам как-то это энергетически передала. И мы сидели, бурно что-то обсуждали. Ну, больше всего я почему запомнила это? Потому что она очень удивилась, когда ребята вот начали говорить про традиции, про это все. Ну, потому что как бы она говорит, я из Москвы. И когда мы начали рассказывать про свои какие-то традиции, то есть у нас такое было, такое неформальное общение, не было такой темы. Вот, вот эта тема, мы на нее общаемся. Мы изначально, естественно, знакомились и обсуждали те или иные темы. То есть, а в общении с ребятами, вот как раз насчет проектов, то есть это была такая неформальная обстановка. У нас был кураторский час. С моей команды одна девочка была с проектом, и они начали что-то бурно обсуждать. Я присоединилась, слушала их очень внимательно. Там был мальчик чуть постарше, парень, и он начал говорить, вот это плюс, вот это минус, я был вот там. То есть, ну, начал про себя рассказывать и про то, как он писал эти проекты, создавал эти проекты. Проекты о чем? То есть о создании какой-то благоприятной среды в регионе. Вообще любой проект. Например, из нашей команды девочка, правовая школа, если я не ошибаюсь, правовое просвещение у нее было. Там вообще из любого ряда сфер, то есть ты можешь, в принципе, можешь пойти с каким-то экологическим проектом, можешь пойти с какой-то своей инициативой открыть, например, ту же самую школу правового просвещения. То есть то, что вот, я не знаю, то, что ты считаешь нужным, то, что чего не хватает, ты можешь, в принципе, изложить это в проекте, прийти, защитить его, сказать, почему ты считаешь нужным этот проект вообще в принципе. А насколько важно действительно вдохновляться такими примерами и насколько сегодня важна действительно проектная деятельность? Потому что в этой студии мы часто говорим о том, что такой-то проект, такой-то проект, вот мы учим писать ребят проекты. И я иногда сижу и думаю, ну, в мое, да, там, время, когда я только там поступала или училась, ну, мы не знали ни о каких проектах. И делаешь, делай, да, говоришь, говори. А сейчас действительно этому и учат, и объясняют, вот насколько это важно, насколько необходимо научить молодых людей, вас в том числе, тому, как правильно подойти к созданию чего-то своего. Ну, мне кажется, это очень важно на данный момент. Мне кажется, вот вы говорите, в мое время не было. Мне кажется, сейчас это все прогрессирует, и поэтому молодежь учат создавать проекты, реализовывать. Потому что, если бы не было тех или иных проектов, естественно, меньше бы коммуницировала молодежь между собой. То есть, меньше было бы движения, так сказать. Потому что, вот, форум, например, я ездила в Ингушетию, республику Ингушетию, на экологический слет. Это был тоже, получается, проект мальчика, парня, который там присутствовал. Он говорит, это я, это мой проект. И рассказывал нам тоже про то, как он его защищал и тому подобное. То есть, собралось 50 человек на, так сказать, помочь республике Ингушетии в экологическом плане. Вот это очень важно, потому что, может быть, как раз-таки вы общались об этом. Насколько, вот здесь различаются ожидания и реальность. Насколько отличается то, что было когда-то проектом на практике, когда вы уже сами там участвовали, видели, как все это происходит. Насколько важно, вот, действительно, изначально понимать, чего ты хочешь в итоге. В плане проекта, в принципе. Вот даже на примере этого экологического слета. Наверняка же он рассказывал, как он писал этот проект и как изначально он выглядел. Ну, естественно, есть какой-то, наверное, черновой вариант. Ты его в любом случае прорабатываешь, в любом случае улучшаешь. Он прям конкретно не рассказывал про свой проект и как он делал, но он говорил, что вот, ну, это мой проект. И я... Он сам доволен остался тем, что в итоге получилось. Он, да. И самое, что интересно, мы первые дни даже не знали, что это его проект. Он был такой скромный, и он как-то мне ничего не говорил, после чего нам организаторы сказали, а это его проект, а это был одиннадцатиклассник. А, даже так. Да. А вот такие примеры, когда вы видите рядом с собой, когда вы встречаетесь с ними на подобных форумах, вот они вдохновляют на создание чего-то своего? Да, вот как раз на форуме Каспий. И из-за того, что в Ингушетии был экослет, и мы там такого не обсуждали, это просто был экологический слет, то... Ну, по сути, большой субботник, да? Да, просто, то Каспий — это как бы международный форум, там ребята как раз приезжают, какая-то часть за проектами, какая-то приезжает просто как участники, то есть образовательные процессы и тому подобное. И как раз вот на Каспии вот я вдохновилась на самом деле. Для меня это раньше как-то было, ну, я так... Для меня это так звучало, проект защищать. Чем-то далеким, да? Да, я думала, это как-то вот, ну, не то, не мое и тому подобное. Но я увидела ребят, их вот горящие глаза, когда они защищались. То есть я подумала, что это как бы вроде не так сложно. Ну, естественно, составить проект все это сделать сложно. Я имею в виду, что это не так страшно. И нужно как-то себя в этом тоже попробовать. Но не томите, какой проект уже у вас на уме? О чем хотите написать? Потом что хотите реализовать? Я на данный момент, я думаю, о республиканской школе студсовета. То есть именно про студенческое самоуправление. Я считаю, что это важно, потому что, например, вот у нас в академии, вот в институте есть студенческий совет. Но там постоянно меняется структура. Мы не знаем, как лучше сделать, как лучше проработать это все. И мне кажется, такой форм, так сказать, он бы помог ребятам понять, как лучше структурировать студсовет и вообще разную какую-то информацию касаемо студсовета. И ребята смогли бы обменяться опытом, у кого что в организационных моментах получилось, у кого что не получилось, как лучше сделать. А это до сих пор остается актуальным таким звеном в структуре университета студсовет? Да, он очень много говорит о институте, о академии, потому что, когда он активный, происходит масса каких-то мероприятий. То есть ребята не сидят на месте, не просто приходят, сидят на парах и домой, они что-то делают. Они что-то привзносят новое в институт, как бы еще сейчас ведут инстаграм. То есть по инстаграму тоже можно увидеть, насколько активный студенческий совет у того или иного института. Вот Каспий 2021, он действительно затрагивал и тему добровольчества, и тему студенческих инициатив, и патриотического воспитания. Это все, конечно, красиво звучит, но возвращаясь в свою республику, насколько вы хотите здесь продвигать те идеи, возможно, те мысли, которые услышали там и от спикеров, и от своих сверстников? Коллег по форуму, так сказать. Касаемо... Касаемо... Во всяком случае, не все туда попали, кто хотел. И насколько важно, чтобы вы, побывав там, как-то в общении со своими одногруппниками, однокурсниками, тоже помогали им узнать то, что узнали сами. Нужно ли вот создавать такой обмен информацией после форума? После форума, ну, мне кажется, в любом случае важно, чтобы человек сам побыл на этом форуме прежде всего. То есть, когда ты находишься там сам, и когда тебе про это рассказывают, это немножко разные вещи. Но я думаю, что это не менее важно, обмениваться информацией, когда ты приезжаешь. Может, ты кого-то заинтересуешь в этом. Может, кто-то и не думал поехать, а после, так сказать, того, что я скажу, там, мне скажут, что нужно было съездить. То есть, это тоже немаловажно. Вот как я с проектами поехала, думала, что нет, но сейчас. Ну да. Но одно дело, когда вы говорите, что заинтересовываете своих сверстников в том, чтобы они поехали на форум, чтобы они там побывали. А форум, а власть, а взрослые люди, которые уже перешагнули эту грань молодежи, являются такими уже представительными практиками, они заинтересованы сегодня в молодых людях, в молодом вот этом организме, задоре и в молодых умах? Я думаю, что да. То есть, как вы говорите? Я просто объясню, почему я спрашиваю. Раньше же как? Всегда это большая проблема, да, что трудоустроиться, нужен опыт работы. Ты только что закончил университет, у тебя там, ну, есть, окей, список форумов, на которых ты побывал, но там можно как-то наладить как раз-таки то общение, те мосты, увидеть заинтересованность в себе и потом продолжить свой путь по вот какому-то определенному направлению. А конкретно на форуме? Да. Для уже которые не молодежь? Я имею в виду, не молодежь сегодня заинтересована в молодежи, вот в таком вопросе. Я думаю, да, потому что в любом случае, ну, сейчас молодежь — это движение вверх, то есть это все равно, они должны развиваться в любом случае. И мне кажется, те, кто уже перешли за возраст молодежи, так скажем, они тоже должны быть заинтересованы, потому что это в любом случае какое-то развитие, в любом случае. То есть свежий взгляд, наверняка. Да, то есть те, кто уже перешли, так сказать, за этот возраст, они должны, наоборот, даже где-то быть опорой и поддержкой в этом плане, поддерживать молодежь и, может быть, обмениваться опытом, так сказать, объяснять, что как лучше сделать и видеть в этом такое какое-то светлое будущее, так сказать. Еще раз поедете? Да, обязательно. Ну, я очень надеюсь, что в следующий раз вы уже поедете с проектом и на Машук, и на Каспий-2022, я надеюсь, коронавирус в этот раз снова не помешает провести его в оффлайн-режиме. И, конечно же, очень хочется, чтобы все больше молодых людей присоединялось к вам и вот так вот образовывалось, общалось и узнавало много нового. Спасибо большое, что пришли. Ну, а сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет о форуме, который проходил у нас в республике с красивым названием Махар, собственно, говорящим. Там тоже узнавали много чего нового, было много активностей. Вот давайте посмотрим и вернемся в студию. На такой же звонкой и дружной ноте в высокогорном ущелье Махар прошел молодежный форум, посвященный развитию в России студенческого туризма. Помимо обсуждения этой темы, перед организаторами акции стояла задача развивать у студентов креативное мышление и навыки проектной деятельности. Для молодежи этот форум открывает новые возможности, новые территории. Им очень интересно было заниматься именно кейсами, касающимися ленцикл туризма. Студенты из разных регионов быстро нашли общий язык. Гости из Кабардино-Балкарии, посетив форум впервые, уже высоко оценили его образовательную программу, а также чуткость и профессионализм организаторов. Мне безумно понравился форум. Мы были неделю тут без сети, без связи. И на самом деле живое общение сближает людей. А горы, такая атмосфера, уютные атмосферные люди, которые готовы помочь в любой момент. Интересная образовательная программа. «Махар-2021» ставит перед собой серьезную цель, которая некоторым участникам поначалу кажется невыполнимой. Но это до поры, ведь изюминка таких форумов – обучение в неформальной обстановке, что дает возможность делиться идеями и быть услышанным. Я думаю, данная концепция, наверное, позволяет молодежи лучше узнать друг друга, построить то общение, при котором, наверное, будут вырабатываться какие-то интересные идеи. И после этого, наверное, можно приступать к реализации данных идей, воплощать их в жизнь. Отличие «Махара» от схожих форумов – отсутствие на его площадках интернета и сотовой связи. И это отнюдь не минус. Форум ежегодно набирает обороты и становится все популярнее среди молодежи, которая наслаждается живым общением. К сожалению, из-за пандемии в этом году он смог принять лишь треть от обычного числа участников. Очень надеюсь, что в будущем этот форум вновь получит возможность собирать еще больше участников, сто и более человек, но при этом не утратить свою вот эту изюминку и останется все тем же душевным, ярким, запоминающимся форумом «Махар», на который хочется и хочется возвращаться. Также в рамках форума был представлен первый в России сериал о социальном проектировании. Для студентов это дополнительная мотивация – каждый делится с другим своим мнением и опытом. Именно так и обрастают социальными связями, ведь делать большие дела с единомышленниками намного лучше. Ибрагим Усакаев при поддержке пресс-службы КЧГУ имени Алиева, Архыз-24. А мы возвращаемся в студию, и вот после такого форума, конечно, снова поговорим о Каспии 2021. Это форум побольше, но тем не менее он немного похож на то, что мы сейчас видели, хотя бы по своему настроению и по тому, чем там жила молодежь. Вот у нас в гостях Марат Текеев, участник форума Каспии 2021. Марат, ну вот мы немножечко уже поговорили с вашей коллегой с форума о том, что там было, ну что запомнилось вам больше всего? Нам, наверное, запомнилось… Мы ехали туда командой, мы защищали проекты. Мы не смогли, конечно, защитить на Каспии наши проекты, потому что они не подходили под некоторые рамки форумной кампании самого Каспия. Ну так называемая рыба была, да, для того, чтобы уже как-то добавлять туда какие-то идейки. По итогу мы просто взяли, узнали все наши ошибки по проектному нашему менеджменту, исправили это, и будем надеяться, что на Машуке у нас теперь получится защитить все по правилам, все как нужно сделано и по готовой проекту. А насколько хорошо, что вот такие вот форумы в этом году так получилось, что они практически подряд идут? То есть, что на одной площадке определенных знаний накопили, на другой где-то что-то добавили, проконсультировались? Если судить конкретно по проектному менеджменту, то очень много знаний дают эти площадки и дают возможность исправить свои ошибки, которые были допущены во время проектирования этого проекта, идеи. О чем проект? У нас несколько проектов было. До этого мы затрагивали социальные темы. Лично я, когда защищал свой проект, это было молодежное пространство, которое у нас отсутствует по Черкесску. Теперь мы решили увлечься немного спортом. То есть спортивные соревнования, фестивали, некоторые уроки, тренировки. Мы решили проекты пустить в это русло, и мы надеемся, мы сможем сделать некий чемпионат по некоторым видам спорта. Пока не могу все раскрывать, когда мы уже защитим проекты, об этом уже тогда и расскажем. Насколько это проблемно в нашей республике? Потому что все-таки считается, что Карачаево-Черкесия наряду с другими республиками Северного Кавказа это довольно-таки спортивные регионы, в которых, казалось бы, и так проводятся и соревнования, и есть определенные секции. Есть ли какие-то сферы, которые не тронуты, или в которые еще никто не попал? Да, новые виды спорта все-таки открываются у нас. Наша республика, допустим, не принимает участие в киберспортивном отделении спорта, который в недавнем времени уже стал официально спортом. И есть еще некоторые другие направления, которые официально не затрагивались у нас для соревнований, чемпионатов и подобного. То есть покорять еще не покоренное практически? Стараемся успеть везде и сделать все, что возможно, для улучшения нашей республики. Вот если говорить об этих проектах, с кем удалось проконсультироваться? Были ли спикеры, которые как раз-таки подходили под ваш проект? Да, ребята из моей команды проекта, они как раз-таки являются руководителями. Я некий человек, который, являясь председателем Совета КЧР, собирает их вместе, помогает им реализовывать их проекты. Координатор практически. Да, можно так сказать. Они сходили, узнали обо всех ошибках, дополнили свои проекты. Некоторые получили новые идеи для следующих проектов. Кто-то, который ездил вообще без проекта и не собирался никогда защищать гранты, они получили тоже себе идеи и решили реализовывать их. А насколько вот на таких форумах помогает общение с ребятами из других регионов? Потому что я знаю, что есть случаи на других форумах, на том же Машуке, когда объединяются практически люди из разных уголков страны или Северного Кавказа. Вот насколько такие форумы действительно помогают такому общению практическому? Мы встретили в других регионах людей, которые очень много всего смогли в своей жизни сделать. Будучи достаточно молодыми, они могли защитить более пяти проектов, кто-то более десяти, и они все грантовики, которые успешно защитили свои проекты, отчитались и еще и выполнили все на высшем уровне. От таких людей заряжаешься энергией, мотивацией и хочешь делать дальше и лучше. Много сегодня у нас действительно площадок, где можно встретиться с такими людьми, которые могут передавать свой опыт? Достаточно много. Форумная компания сейчас обширная, и на любом форуме можно встретить человека, кто так или иначе связан с грантовой поддержкой России, с другими какими-то проектами. И неважно, что за форум. Это экологический форум, на котором мы были в Ингушетии. Даже там мы успели встретить ребят, которые достаточно много знаний нам дали. И, возможно, сейчас мы занимаемся проектами благодаря ним, потому что это они нам дали мотивацию, толчок некий, показали свои идеи, и вместе помогали нам осуществлять свои, придумывать это все. То есть, когда мы говорим о таких площадках, это все-таки больше про общение, насколько я понимаю, про знакомство, про налаживание этих мостов. А если говорить про какие-то практические знания, которые можно будет потом применить на деле, кто-нибудь из спикеров дал такую вот почву, основу для размышлений? Да, такие спикеры тоже у нас были. И большинство спикеров... Вот кто запомнился больше всего? Вот как раз-таки у Амины я уже спрашивала. Вот вам кто в сердце запал? Ну, каждый спикер был хорош по-своему, и каждого было интересно послушать. Нам повезло, что на этой платформе были спроектированы сразу три смены, которые можно было, в принципе, посетить при желании. Если твоя смена, допустим, по проектированию была достаточно скучной, или ты уже знаешь этот материал, ты мог сходить на другую смену, где рассказывалось, допустим, о РДШ, о патриотизме и патриотическом воспитании. Можно было много что узнать. И каждый спикер запомнился по-своему. Я не могу никого выделять, потому что у каждого своя сфера, и все сферы, они должны быть вместе, иначе обширного опыта и знаний обширных не получить, если ты не знаешь всего. Когда мы говорим, конечно, о форумах, то мы не можем затронуть и тему такой развлекательной, досуговой части. Чем там занимались, кроме того, что образовывались? У нас достаточно талантливые ребята из КЧР были на нашей смене вместе с нами. В делегацию мы поехали, некоторые люди готовили выступления в виде танцев. Кто-то пел у нас. То есть там концерты были? Стихи читал кто-то, да. Нам позволили воспользоваться сценой после того, как произошло уже самооткрытие, сами концерты уже закончились. Перед закрытием форума нам разрешили показать себя, показать каждую республику. Практически такой студенческий выпускной. Да, мы постарались запомниться своими голосами, можно сказать, пением. Кто-то свои песни написанные читал, кто-то стихи. И были люди, которые классику у нас воспроизводили. Были люди, которые на инструментах играли. Поэтому творческую часть мы тоже хорошо затронули. И, в принципе, даже в ней мы успели получить некоторые знания, потому что некоторые спикеры оказались достаточно разносторонними людьми, и с ними даже удалось побеседовать на внефорумную тему. То есть там гейс-директор какой-то организации, и потом как сыграл на скрипке. У каждого есть хобби, мы постарались этим тоже воспользоваться и получить знания из этой сферы. Ну, понятно, что хвалим себя, да, и больше говорим о себе, но вот насколько удалось как-то пообщаться с другими ребятами, как-то вот перемешаться, потому что я так понимаю, что все равно старались делить там на команды, чтобы все это было не только из одного региона представительства. Разделение на команды происходило таким образом, что люди на те смены, на которые подавались, по таким командам и делились. Лично я попал в команду из достаточно большого количества людей, многонациональная команда у нас была. Находились мы в комнате в 7 человек. Вместе со мной было 5 дагестанцев, 2 чеченца, кабардинцы, и в других комнатах тоже было большое количество национальностей. И мы все с ними тоже болтали, беседовали, как-либо проводили свой досуг полезно. Кто-то делился своим национальным опытом, кто-то историями какими-то, кто-то помогал кому-то защитить свой проект. То есть это еще и прожизненный опыт все-таки? Да. Форумы на то и даны, чтобы люди общались. Там основная часть не в том, чтобы получить какие-либо знания из лекций. Там скорее о том, что люди встречаются из разных республик, разных национальностей, возрастов, и делятся своим жизненным опытом, помогают людям преодолеть те или иные трудности в жизни. Говоря о форуме Каспии 2021, конечно, нельзя не поговорить и о Дагестане самом. Удалось ли посмотреть, что там есть, побывать на море в конце концов? Мы жили на некой турбазе Прибой, оно находилось прямо на море. Мы жили на берегу Каспийского моря. Лично мой домик находился прямо на берегу, и наши окна выходили на само море. Это повезло вам? Да, это, конечно, повезло, но мы попали в то время, когда было достаточно холодно, и поэтому и хорошая часть была, и достаточно плохая. Нам всем повезло, что мы не заболели, но там было достаточно красиво. Самое прекрасное, наверное, было это как никогда вставать в 4-3 утра, идти на утреннюю прогулку, когда ты наблюдаешь за рассветом, рядом с тобой море. И это было прекрасно, наверное. Ну, прям романтика такая студенческая, молодежная. Вот такие места, такие вот путешествия по родным, все равно как-никак краям, потому что, не знаю, как для вас, но мне кажется, что Северный Кавказ, он особенно какой-то родной в плане общения республик. Насколько это вдохновляет на дальнейшие какие-то действия именно? Когда ты видишь другие республики, тебе хочется путешествовать дальше, видеть новые, общаться с новыми людьми. И лично в моих планах нету останавливать проектную, форумную кампанию и остановиться на чем-то одном. Я хочу путешествовать, увидеть все, пообщаться со всеми. И это тоже разнообразит жизнь человека. Мы получаем знания и о том, и о сём, и это помогает нам преодолевать трудности в жизни, иметь знакомство, ребят. То есть, если ты приедешь в какую-то республику, не будет такого, что у тебя там нет никаких знакомых, нет друзей. С каждого форума мы уезжаем полной командой друзей, потому что все команды, которые были там, они становились, можно сказать, лучшими друзьями, потому что за эти пять дней можно было с человеком сдружиться очень сильно. Когда опять-таки мы говорим про такие встречи, то очень важно то, что происходит после них. Как вы считаете, насколько те ребята, которые ездили с вами, так же, как и вы, вдохновились, чтобы уже реализовывать какие-то идеи? И вот я всё время разделяю вот эти два понятия, да, то, что мы там посмотрели, увидели, послушали, побывали, поговорили, и о том, что всё-таки будет происходить на практике. Потому что, я так понимаю, это очень важные встречи для того, чтобы потом что-то притворять в жизни в собственном регионе. Вот насколько сейчас вы видите заряд ребят, которые ехали вместе с вами, на то, чтобы уже приступить к конкретным каким-то действиям? Даже не те, кто с нами ехал, а ещё и другие ребята, которые просто наблюдали за этим всем в Инстаграме, как и Сарафан и Радион слышали от нас наши новости с этого форума. Они все захотели тоже поучаствовать в таком. И, допустим, на предстоящий Машук от нашей республики достаточно много проектных идей поедет туда, которые и дорабатывались на Каспии, и дорабатывались теми, кто был там, помогал остальным это сделать. И мы надеемся, что на Машуке ребята, которые едут в первый раз, защищаются в первый раз, у них тоже всё получится. Этот Машук прям долгожданный какой-то. Да, кто-то нам говорил, что Машука не будет, кто-то нам говорил, что его перенесли, его то, всё. Нет, он всё-таки пройдёт в старом добром формате, только уже не в палатках, надеюсь, потому что сейчас достаточно холодно, мы не хотим, чтобы люди заболели. И много кто поедет от нашей республики с проектами, причём с достаточно интересными идеями, которые я, допустим, не наблюдал на других форумах. Какие темы сегодня больше всего волнуют ребят? На какие темы они в большинстве своём пишут проекты? Ну, не говорят, да, там конкретно каких-то, хотя бы про каких-то направлениях. Много кто хочет спасти экологию нашей планеты, и поэтому старается в этой сфере двигаться достаточно стремительно. Ребята, я с вами. Много проектов на тему экологии, много проектов на тему спорта. Вся наша молодёжь переходит на здоровый образ жизни, на светлое будущее, и мы стараемся улучшить это, привлечь к этому максимальное количество людей и выдвигать эти идеи, проекты в массы. В массы молодёжи или в массы более масштабно вы мыслите? Потому что я, Мини, тоже задавала этот вопрос, насколько сегодня люди, которые находятся у власти, которые находятся в сфере организации, да, даже чего-то, которые управляют сегодня нашей страной, насколько они заинтересованы вот как раз-таки в идеях этих ещё, казалось бы, неокрепших умов молодых людей, студентов, а иногда и выпускников школ. Есть ли вот этот вот коннект, есть ли эта связь? Да, конечно, наше министерство в большинстве своём поддерживает все наши проекты, но нужно каждый проект рассматривать по-своему и смотреть, поддерживать его или нет. Бывают люди, которые стараются написать проект на своё благо, то есть пытаться через проектные идеи выдвинуть то, что строго им нужно, но не обществу. Это тоже мы просматриваем, это уже некий выход за рамки допустимого от грантовых наших конкурсов, и мы всё рассматриваем. Но если проект заслуживает того, чтобы его поддержать, министерство всегда старается поддержать, письма отправляет о том, что оно будет сотрудничать, помогать нам с проектом и много всего другого. Как минимум оно мотивирует нас, оно даёт, министерство даёт нам помещение, где мы можем, допустим, все собраться и порефлексировать на тему наших проектов, обсудить и решить проблемы, убрать какие-то ненужные вещи. Это вы имеете в виду сейчас министерство молодёжи? Да, это минитормол. А если говорить про проекты, которые вы в будущем хотите реализовать на практике, то есть это спортивное направление, насколько легко выстраиваются коммуникации, выстраиваются контакты уже с профильным ведомством? Лично я не работаю со спортивными ведомствами, и моя проектная деятельность направлена не на спорт, а на социальное развитие нашей республики. То есть я хочу заниматься конкретно нашей молодёжью и делать всё для них. У нас отсутствовало пространство для молодёжи, где они могли собираться, работать, рефлексировать. Нам приходилось запрашивать что-то в институтах, где-то нам помогал Минтурмол. И я постарался решить эту проблему, создав для молодёжи пространство, территорию развития, Черкесск называется. Мы постараемся закончить этот проект до Нового года, чтобы у молодёжи было пространство, где они будут работать. Чтобы уже, собственно, и Новый год там отметить. Можно и так сказать. Это будет некий дом для всех остальных, где они могут собираться, решать свои проблемы, помогать друг другу. Место коннекта всей молодёжи. Прямо на основе старого доброго советского мультфильма, да? Домик для друзей, когда... Можно так сказать, да. А сегодня вообще молодёжь, она хочет общаться со своими сверстниками для того, чтобы вот какие-то идеи реализовывать. Насколько нужны сегодня вот эти вот компании единомышленников? Клуб любителей того-то или другого? Это достаточно... Клубная история, она ещё сохраняется? Конечно, это всё сохраняется, потому что человеку нужен человек, без общения мы не можем. И мы стараемся как-то восполнить эту потерю, потому что большинство наших ребят, которые приехали из других городов учиться у нас, или кто просто немножечко потерялся в этой сфере, только входит в сферу проектную, форумную. Мы стараемся их всех собирать вместе, чтобы и было общение, и коннект, и всё остальное. Потому что без общения, ну, тяжело достаточно идти вперёд с большими шагами. Вот, кстати, про ребят из других, да, там, регионов, из других стран, да, если мы говорим про форум. Удалось ли пообщаться с заграничными форумчанами? Каково им было оказаться в Дагестане и на таком форуме? Да, там были ребята из азиатской части нашего континента. С ними достаточно приятно было обсудить. Большинство знали русский язык. И мы наладили быстро достаточно коннект. Мы поделились нашими идеями, они поделились своими, благосостояние нашей страны, их страны. И можно сказать, мы достаточно сильно сдружились, и теперь, если я поеду в какую-нибудь азиатскую страну, которая находится в той части нашего континента, у меня будет достаточно много там знакомых, друзей, и это достаточно приятно. А почему вот они решили принять участие в форуме кавказском, в форуме российском? Неужели мы всё-таки выигрываем в какой-то степени по количеству подобных площадок? Ну, площадка Каспий существует достаточно давно, и я точно не знаю, с какими мыслями они сюда ехали, но будь я на их месте, я бы тоже хотел посетить другую страну, кавказскую часть этой страны, потому что со стороны это звучит достаточно интересно, когда ты слышишь об этом колорите всём, о культурах разных. Хочется всегда посмотреть это, увидеть своими глазами, пощупать. Молодёжь, она очень разная везде? Или всё-таки есть у нас что-то общее? Общее всегда есть, это, ну вот на форумах, наверное, общим является то, что все ребята стараются своими силами как-либо улучшить состояние страны, как-либо улучшить состояние молодёжи, развитие молодёжи. Мы все пытаемся идти к одной цели, чтобы всем жилось хорошо и лучше, чем сегодня. Вот мне кажется, это замечательные слова, и спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в студию, рассказали о форуме и рассказали о тех проектах, которые реализовываются, которые будут реализовываться. Надеемся, что это всё получится, это всё притворится в жизнь. И мне кажется, что вы сказали очень важную фразу, казалось бы банальную, но такую важную, это что человеку нужен человек. И молодым людям тоже нужны другие молодые люди, хотя бы для того, чтобы иногда получать отдачу собственным идеям. И вот я вам желаю, чтобы иногда не только молодые, но и взрослые уже люди, которые находятся и у власти, и в каких-то ведомствах тоже открывали свои двери, двери навстречу вот таким вот идеям. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что оставались с нами на протяжении этого часа. Надеюсь, что у вас за время просмотра этой программы появится какое-то количество новых, свежих идей для их реализации. Ну, а про проекты мы говорим не только в студии Карачаева Черкесия Онлайн, теперь у нас есть ещё и проект, проектная мастерская, вот программа. Так что вы обязательно смотрите Архиз 24, не переключайтесь. Мы, конечно же, встретимся уже завтра в 17.00 на телеканале Архиз 24. А я повторюсь, оставайтесь с нами, потому что впереди всего очень много интересного, в том числе вечерний выпуск новостей. Так что следите за всем тем, что происходит в республике. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин